россияне как вы заметили в последних интервью я начал спрашивать у ваших же военнопленных что россия может предложить миру в последние 20 или 30 лет большинство из российских военнопленных ничего не могут сказать я говорю вот три вещи которыми вы можете гордитесь гордить гордиться в современном мире и после этого я просмотрел комментарии которые вы оставляете на нашем youtube канале львив медиа и мне кажется что я нащупал одну из ваших болевых точек никто не может дать ответа чем может гордиться россия в двадцать первом веке до в 2022 году большинство из вас они говорят а вот что может предложить украина почему я спрашиваю что может предложить россия вопрос от меня вполне логический потому что россияне они пришли в украину они хотят захватить украину значит значит им есть что-то предложить украинцам и украине но если нет ответа ни у кого из военнопленных значит ничего вы не можете украине и украинцам предложить все ответы вот в этом роде но нам не только пишут в комментариях на нашем youtube канале на youtube канале львив медиа нам также пишут и в телеграм-канал и сегодня я хочу прочитать одно сообщение которое пришло сегодня утром любомир смотрю ваши передачи и думаю это реально мы россияне так на самом деле деградировали вы задаете кленным вопрос это война или спецоперации ответы я не знаю тут так все запутано мне приказали украина это суверенное государство да тогда что ты делаешь здесь с оружием защищая от нациков особенно понравился ответ пришел посмотреть это что за инфантилизм такой посмотреть он пришел с путеводителем по интересным местам и с букетом цветов нет ты пришел с автоматом значит убивать пусть даже тебе дали ржавый автомат шестьдесят восьмого года выпуска но он стреляет нет сука ты пришел бабок срубить золотишко пограбить ведь безнаказанность как вроде машину если повезет пригнать на вольво лучше девок катать чем на ладе приори и все как один продукты возил просто на посту стоял не стрелял и все уходят от ответов на прямые вопросы бэкают макают позорище единицы говорят правду передачи ваши очень нужные помогают включать мозги пусть наконец осознают задумаются кто их сюда послал зачем и и почему должны гибнуть молодые здоровые ребята с обоих сторон как это прекратить на светлолики имеется ввиду владимир путин обгадился везде об него уже все ноги вытирает но прекратить эту бойну сам он уже не может надо это остановить россияне прекратите эту бойню покажите что у вас есть гордость и достоинство что вы можете остановить войну